Танкисты народ, всем привет, всем хорошего просмотра и конечно же, как я вам всегда рекомендую, запасайтесь чем-то вкусненьким, потому что этот бой реально крутой. И этот один из тех танков, которых я вам рекомендую, если не зашел какой-то другой, и этот танк называется Е50М. И в случае, если вам не зашел Объект 140 или Т-62А, вы первым делом начинаете качать себе Е50М. Да, танки до Е50М, то есть это Пантерка 2, несмотря на то, что ее апнули, либо Е50, они очень такие, знаете, очень спорные, потому что мне они совершенно не нравятся, в них абсолютно нет брони, за исключением лобовой проекции, все, а в остальном это просто одни минусы. То есть у них такое же отвратительное пробитие, как и в принципе у всех из Т-шек, например, на уровне номер 9, если сравнивать и говорить про танки уровня номер 9. Да и на восьмом уровне, если честно, в отличие от, блин, Пантерки 1, у которой 198 пробитие на второй Пантере, вы получаете такое же примерно. Ну, ребята, это очень отвратительно и очень плохо, потому что вы, блин, попадаете против девятых, это уже о чем-то должно вам говорить разработчики, апните, пожалуйста, пробите. Вот, и вы на самом деле, немножко отмучившись, вы понимаете, ради чего это все было, ради Е50М, этот танк, который в принципе заходит большинству, у него есть минусы определенные, и он, знаете, во многом больше схож с тяжелым танком, потому что он огромный, блин, его, к сожалению, фокусят за счет того, что он такой весь прямой, он, как правило, возвышается над какими-то препятствиями, да, у него такое все пробиваемое, у него нет никаких фальшбортов, например, если сравнивать с тем же Т-22СР, и он не так хорош, например, вот если играть, например, в притирку, как было, да, вот в этом бою с Т-22СР против Мауса. Вот, и ДПМ, ДПМ оставлять желает лучшего, здесь королей, это, конечно, Леопард и Т-62, но Е50М, например, если вы хотите вкачать себе Леопард, стойте, подождите, сначала Е50, он более понятен и более предсказуем, он реально крут, он такой брутальный, знаете, брутальный, такой киногерой из американских боевиков, потому что, ну, он, правда, он может танковать, он делает это замечательно, и давайте обратимся к этому крутому реплею, потому что он, как нельзя, лучше показывает и демонстрирует Е50 во всей его красе. Блин, чувак, зачем, естественно, кстати, спасибо тебе за реплей, но зачем этот камуфляж, убогий, честное слово, блин, задонать, я не продался, я не продался, ВГ, ну, пожалуйста, задонать на камуфляж, этот танк, он стоит того, чтобы на него задонатили, потому что эти звездочки, ну, это зашквар, ну, это чисто мое мнение. Так, и смотрите, у нашего героя 74 секунды КД, это говорит о том, что он катает без одной шоколадки, да, и почему-то без улучшенного топлива, моя рекомендация к тебе, пробуй ставить улучшенное топливо, оно чуть-чуть подороже, и вторую шоколадку обязательно. И, если есть какие-то проблемы с пробитием, играйся с калиброванными снарядами, что лучше зайдет, посмотришь сам ПА, пробуешь и первый снаряд, 354-ку зашел, отлично прошедший альфой, даже альфа прошла с плюсиком, но здесь, обратите внимание, уже вся команда противников находится, а наши три тяжелых танка, а посмотрите на мини-карту, где они находятся, три тяжа начинают воевать с тяжелым танком противников, это просто какая-то катастрофа, потому что наши все находятся здесь, есть враги, я имею в виду, и Камвей забирает 268, это уже хотя бы о чем-то говорить, пробивает ИС-8 великолепно в башню, но не стоит отчаиваться, не стоит отчаиваться, но и в то же время не опускать руки, потому что это очень опасное и важное противостояние, так, Т-6-2 выпирается сюда бортом, он, видимо, не знает, что его танк отлично отыгрывает от препятствий, и впарывается на нас 263, это невероятно опасный противник, хоть и с ним можно попадаться на какой-то местности, знаете, такой холмистный, потому что нет углов склонения орудия, но он даже не обращает на нас внимания, он опарывается, по всей видимости, в Т-54, потому что, видимо, для него она представляет меньшую опасность, его может быть легче пробить, и он решает настрелять хоть какой-то дамаг именно на ней, и пробивает нижний бронелист, объект 263, и ИС-8, обратите внимание, первый раз не пробивает, хотя у ИС-8, если альфа-420 вылетает, это говорит о том, что он топовый, то есть топовая дула, а там пробития нет никакого, то есть, либо парень не пробивает, тупо просто потому, что не выцеливает, либо попадает куда-то в красное, ну и забирает объекты 263 в ангар, очень неразумно он использовал свой танк, он должен был просто упираться в Е-50 и клинчевать его, мансовать, для того, чтобы хоть как-то повысить шанс не пробить, и ИС-8 второй раз не пробивает нашего героя, при том, борт-то был открыт, а он каким-то образом попадает ему в гусеницу, это просто катастрофа, и уезжает назад, блин, ну ты уж хоть дай хоть тычку, хоть одну, то есть, получается, он приехал, дал без нанесения урона, три выстрела, уже третий выстрел, и только наполучал, и Т-54 здесь прокатывается, который тоже не пробивает, боже, а где тяжесть, что они делали, но об этом мы с вами узнаем после боевой статистики, потому что все основное событие разворачивается здесь, и обратите внимание, блин, ИС-7 еще просит помощи, когда все уже обратили внимание на Е-50 нашего союзного, и почему-то ты, блин, просишь помощи, лучше ты ему помоги, наш герой настреливает какой-то рекордный дамаг, просто находясь в окружении, в шотном состоянии, его раз за разом не пробивают, ни С-8, ни Т-54, то есть, вот она магия, блин, мансование, вот она, и готов, я думал, не пробил, то есть, это, видимо, какой-то рассинхрон прицела, либо что-то в этом роде, и 6 327 настрельно, это отличнейший бой, отличнейшее сражение, и сейчас, наконец-таки, Т-54 врага, наконец-то, выцеливает нижний бронелист, до этого он получил просто такое количество непробитий, что даже некоторые, блин, тяжелые танки обзавидуются, 6 327 настрельно, и минус 152 кредитов, но это все, вроде бы, ничего, обратите внимание, на ИС-8, который не сделал этот бой, абсолютно ничего, он 45%, но ему хоть, простительно, 3000 боев, не могу сказать, что это новичок, это примерно полгода, такой достаточно активной игры, хоть можно было какие-то гайды посмотреть, обзор, но и 2 ИС-7, блин, красавчика, 43% и 52%, но действовали, блин, как просто деревяшки, смотрите, 6 300 настреливает наш герой, это половина дамага всей, всего урона команды, и, блин, куда хуже, куда еще хуже, ну как так можно, но ведь вы, блин, тяжа, вы 2 ИС-7 во взводе, вы должны божить, вы должны упарываться, разменивать хп, принимать друг за другом, ну так нельзя, и смотрите ИС-8, который нас раз за разом не пробивал, 46%, я не знаю, куда он стрелял, чудо 992, блин, если красное, ну туда не пробивается танк, заряди снаряд под цифркой 2, тебе это поможет, увидишь разницу, но здесь я понимаю, что команда-то не очень была скилловой, но тем не менее, тем не менее, даже иногда от самых, такой, знаете, клешнеобразных, залетают такие снаряды, что ты просто диву даешься, ну и наш герой настреливает 6 370 урона, 61%, 4900 по аккаунту боев, но это либо твинг, либо ты недавно начал играть, попадаешь вот таким к нубикам, к ребятам не очень опытным, отпишись в комментариях, прав, не прав, все, ребят, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, я с вами там тоже пообщаюсь с удовольствием, и группа ВКонтакте нужна нам для того, чтобы я с вами делился предстоящими видео, супер крутыми вашими реплеями, и рассказывал, когда наконец-таки выйдет очередное видео, и с участием какого танкиста оно будет, все, ребят, всем спасибо, пока-пока.